Субтитры сделал DimaTorzok Кто у нас тут есть? Friend, Coal, Razor, Bass, Cass Какие-то никнами застрайкер, не знаю кто-то такой Браток есть и Блай Арктура нет Почему-то Нету Стрэнджа, блин, никого нет Касс у ртов у нас может быть Браток с Блайом возможно будет, ну ждем Так, братюня там начал играть Интереснее Свинк какой-то, не знаю, что за свинг Лучше братка посмотрим Потому что браток позже на Блайа должен попасть Варди, смотрю, вернулся Один плюсик на видео остался А я желательных Динозавров кушаю, бля, кому-то Сейчас вернусь, позвонить надо Забыл Динозавров кушать Динозавров кушать Динозавров кушать Так, все, здесь браток начинать Титан стримить в Варкрафт собрался, что ли? Титан на главный. О, прикол. Бывает. Так, леваем. Чел забыл расу поставить. Не знаю, чем это ему помочь, может, но... Не свои расы он точно играть не хочет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ну что, все-таки стартовал, браток. Так, поехали. Другие останки. Готов. Продолжение следует. Бегу, Омар! Бегу, Омар! Теперь я в игре, но пока начало-то всё, ребята, тут слабенькие играют вообще. Смотрите, вот этот парняга даже и рабочих настроил. У него есть два роуча и два реведжера, ну всё, кранты, братку. И на самом деле, как бы, у братка всё в порядке здесь, кстати, со скинами рабочими. У братка, кстати, без скина рабочими. Интересно, почему? Ну, браток не занимается такими вещами. Так, два реведжера приходят, роуч приходит, фаербула, раз-два, АПМ какой-то. В часе 278 жмёт. АПМ зерк какой-то прямо-таки. Рибер в итоге минус. На факте лаба, хотя она под старпорт, возможно, делается. Да, это под старпорт, лама. Один дал. Три урона. П適 Planning АПМЫ АПМЫ Ахм-хм. Так, реводжеры сваливают. Хоть у них и скорости грейда нет, но все они сваливают. Все, погорел. Последний гелик дожег. 50, 70, 68 в пользу братка. У него тут армали делается уже. Как полагают, какой-то мех там. Третья цеха прямо в наглую снизу там поперлется. Вот же пушка строится. Видит браток пушку. Наконец-то ее минусует. Собак подходит. Но это без шансов для собак вообще тут. Третью базу сейчас выпилят. Еще и банша там в тылу работает. Смотрите. Баншу, брат. Пашу не контролит особо. Да не особо. Он вообще ее не контролит. За рабочими согрелась. На спорте отдалась. Мариков собаки с грудлингами пожрали всех. Тут один остался плюс циклон. 7,6,6,4. Ну тут у него база третья, новая сети. Такой он. Мастер лига может тут не знаю. Либо алмаз нормальный такой. Так, сейчас я. Как бы сквозняк у мук на трепальт везде. Пристройка завершена. Пристройка готова. Пристройка готова. Ну все, браток, дожимает, наконец-то. Следующий оппонент. Какой там? Кто там? Ага. Кстати, Папиджо. Тут интересный игрок. Возможно, он будет на Николая. Там с русским флагом против него. Но этот Папиджо, как бы, он может что-то показать. Это ГМЛ-игрок. Так, все, братка. Тут еще Даблая надо дойти. Продолжение следует. Продолжение следует. Так. Ну что, прошу, братка. Я заинвайтис, если хаста не замечу. Сейчас, отвлекусь на секунду. Погодите. Я так и не позвонил, когда игра началась уже. Погодите. 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 Продолжение следует... 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 Так, посмотрите, что делает Папи Джо, ребят. Это Соса Раш. С двумя роботиксами. Ну, кстати, интересный момент. Умеет ли Паша контрить вот это всё дело? Приехал, увидел, что у Нексуса нет. Проверяет происходящее, кстати говоря. КСМ-ками вот. Поехал. Опа! Вот они, два роботикса. Я здесь, среди теней. Помните, здесь задержка две минуты. Не знаю, кстати, как браток контрить их собирается, этих имморталов. По акту или старпортом. Ну, на факте лава нужен, конечно же, здесь нужен вот этот танчик. Несмотря на то, что имморталов танков лам раскладывают. Но из-за бункера он нормально стрелять будет. Браток Влада любился с Ютерманом. Затащил на лимите воронов. Разработка завершена. Я вернулся, чтобы служить. Так, пришли имморталы. Здесь танчик был у воротка. И один сверху, и второй уже готов. Сейчас призма будет. А вот призму как, браток, контрить собрался? Я вот что-то не понял. А викинг? А, викинг уже есть. А, ну так всё-то, да чё. Идеально законтрил, браток, всё это дело. Чё он боится-то ему? Полетел туда, а там нет ничего. Ну, ёпт, красоты. Вот она, призма. Прям на танк ему, кто прилетает. Танк по 50 минуту. Призму, браток упустил, браток упустил вообще. Да, это гуха в СК. Так, я... Ну, я после Макса, ну, лицо сгорело. Потом немножечко подзагорел. Тёмный мир. Два сталкера имеют вместо быть. Ну-ка. Контроль от братка. Вы видели, какой надо было ещё два выстрела сделать? Он два раза пытался сделать их, но... Чё-то ничего не удалось. Здесь эту стенку браток делает. Скан минус афтервер. Так, сталкеры зашли там. Здесь вообще не зашли. Короче, браток убивает. Судя по всему, победа, да? Отлично. 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 overst Так, прыгаем в Лайл, похоже он уже хост против бородка запилил. Продолжение следует... 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 Так, две туретки идут на базе, на третье получается. Опять минки харасит, браток. Волями то почти вровень, кстати, идут. Братка 2-2, между прочим, форы, закопка минком, есть армор, еще не делает броню на технику, непонятно. Или атаку там, я не знаю, неважно. Разбрил сейчас, 4 вейна забегают, 3 маленького билинса, не очень размен, мягко говоря, такой. Беллинги без покатушек были, кстати, сейчас доделались, да, доделались, только что они, так чтобы я считаю немножко поспешил, и здесь юженкор, и второй старпорт пошел. Где он вообще? вот он, почему не выделяется, то я жму на него, жму. Черт, с цеху заказано, ну, это, я не знаю, хорошая реакция, братка. Все, атак на технику заказано, даже не броня, либератора это видимо. Играет музыка. Играет музыка. Так, ну еще туалетчика пошла. А это кто воет, кто-то воет, тут на карте какие-то звуки странные. Какое-то гигантское тут забегание от блая движется, я смотрю. ну, пока очень пассивная игра складывается, в лаут хай пошел, четвертую он добывает, уже 78 дурнов, пятая база поперла. 3-3 скоро будет делать, видимо, браток 3-3 что-то забил на 3-3 вообще, на апгрейды, в принципе. Ну, газ на четвертой позе, надо раньше было добавлять газа, ему не хватает, минералов-то дофига, вот сейчас был бы газ бы, значит, вот здесь вот на четвертой, может было бы 3-3 заказывать смело и там броню или атаку, там, я не знаю. Так, опять здесь мута летает, бывает, вот раз уже 5 турецов, братца. Еще турец делает много. Ублай 300 минералов, браток, похоже, что не отменилось турец. Выдвигаются на центр. Ну и, кстати, не вся здесь армия, что-то... Хорошо, да похи, закрыл и минки. 12-10, 22 собаки минус нули. А, и вторая таминка, зачем стрельнул? Мародер в итоге слился. Скоро Блай окружает. Собак атакует, но его не починить, тут все, он окружен, собачками оказался. А время за время уход, браток, где? Здесь Билу-то смешное количество вообще у братка, куда он идет-то вообще не понимаю. Так, здесь, кстати, есть инфесторы. Сканить, браток, не сканет. Он не представляет здесь инфестора. Минки сделали залпу, марики кончаются, скоры пока живут. Либераторы атакуют, помогают. Просканил в итоге, все-таки инфестора забрал, но он в целом-то развалился. В итоге 3-3 Блай даже раньше закалывал, 8 ультралов, а у братка Муталиски, похоже, сбрилили вот эту ССФ, да? Ну, 2 Муталиска угла, осталось остальных всех вот просрал. Вейлинги в итоге Тору взорвали, и браток и Медивак отдал вот теперь. Есть забегание. Ну, Минки должны его ликвидировать, но нет, не ликвидировали, пришлось рабочим драться. А собаки с такими грейдами, с рабочими, быстро справляются. Здесь в итоге дропчики летают. Ну, благо, Караптеры имеют место быть. Медивак минус 10 лимит, соответственно, минус. Похоже, Блай справился с братком. Сплашил он в Караптер четырех лингов, еще снизу пришибло. Но это не меняет ситуацию в игре никак. Зажал, что Блай вратка. Караптеры Либератора минусуют. Ультрала землю минусуют. Влетел вперед. Враток чуть не улетает. Блай пытается нагнать Караптерами. Ну, нагнать-то не нагнать. Сейчас вот один Медивак минус будет. Там, где мародеры, как бы, вообще делают. Да, хорошо минки по Караптерам. Ударили, как бы, но... Короче, это ГГ, ребята, Блай дальше пойдет. Кто ему там попадется дальше? Вопрос пока открытый. Кукамины для него нанесли. Да, это же вообще жесть. Была бы другая ситуация в игре. Может быть, это и помогло бы. Но так-то все печально у братка. Даже нормально база не добывается. Не добил инфестора, брата Лкадря. Так, не посадить инфестора в пол. Да. Жесть вообще. Потери у Блай даже больше, чем у братка. Прикиньте, да. То есть, в игре доминирует. Ну, что шансов вообще не было. Как бы, практически. Ну, экономикой, да. Здесь просто экономика сильнее, и все. Какая сидящая, друзья. Что он стал? Уклонить, покушать, ездила. Ну, опять минки хлопают. Вратов, ты бы ультрала развел кое-как, кстати. Ну, опять минки хлопают. Вратов, ты бы ультрала развел кое-как, кстати. Убла еще четыре заказа на просто. Медиваков нет. Просто Билл без лечения. У братка что-то бегает. Четыре каратора цепу заливают. Кстати, они зеленку уже льют до бесконечности пока. Либо они перестанут, либо погибнут. Куда они? То есть, вычинить тяжело. Вот они разогрели эти зеленку. Еще быстро они льют, в общем-то. Один маленький отступает. Что там один маленький? Браток, кстати, в ладу хату выпилил, смотрю. И в итоге ццеху все-таки не вычнил. О, браток дает. Одна у него на второе осталась. Какая-то нелепая вообще. Ультра аут угла 6 штук и 339. Будет без уникального армора, если они только сейчас заметят. Я и думаю, что как-то они быстро умирают. Они без армора вообще. Ну да, с без армора. Да, отправляется на индису, что называется. Ультра пока ни разогрелид. Ультра пока нет. Политые. Вот так. Вот так. Так, вот Арктур, кстати, онлайн. Вот так. 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 вот так так вот так вот так вот programs Фу, блин, что-то надо как-то... Ну, надо ждать игру, вот что-то... Игру-то, сон что-то потянуло после Эда, и вроде... Ну, рано достаточно встал, что-то работает, у нее такая тема. Надо переименовать, чтобы осел будет пока занять себя чем-то. Спасибо всем за према, за поддержку. Что-то хост пока не видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Хаш спрашивает против Пингвина, стримлю или нет. Ну, как бы матч хороший, но я в латчика востреблю, потому что в Пингвинах мы и так насмотримся. Аут-блай редко, видимо, наших игроков вообще. Аут-блай редко, видимо, пошли. Я так понял Ну тут черкать еще надо как-то Может черкают они, не знаю, хз Я уже посидел Продолжение следует... 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 Блай решил, что ему инъекция вообще. Нужна будет криптумор или нет? Вопрос пока закрытый. Открытый, точнее, наоборот. Закрытый. Два олинга. Не знаю, сможет двумя олингами Блай рипера словить или нет. Но 4-е-то еще добавляет. Нет, уже второй базы не отпустят рипера Блай. Посмотрите, не убил даже собачку рипер. Это хорошо. Две собаки разменены на рипера. Но рипер полетал, там базу, ну, поконтролил немножечко, увидел, что базы здесь нет. Но Блай по этому билду третью раннюю в принципе и не ставит, на самом деле. Здесь пустой медивак вот полетел. Ко-моему, полетел. Банши с анвизом делают. Все, ну, какие банши в шпиль сейчас будет. Так, здесь 4 гелика. И еще, опа. Армари, 6 геликов и медивак. А у Блай, посмотрите, 30 секунд до шпиля, до... Здесь тоже 30 секунд. Но пока мутка будет подстраиваться, прикиньте, сколько времени пройдет. Это плохо. Оп, хату Блай заказал. Гелики дропнулись на мы. Собаками сюда прибегают Блай. Еще 10 лингов добавлять. Так, надо принимать бой с геликами. Куда там лингов сбежали? Думаю, не проставлена у них карта, где не показывается потеря Барабам. Поэтому мы не заметили 6. 6. 6 дронов выжег сейчас. Тиран, солдат. Еще и сейчас холбаты будут. Они вылечатся. Главное, ни одного не погибло просто. И 4 мутали. Здесь 4 холбата будут врываться. На вторую базу, получается. Ой, холбаты заходят. Ой, холбаты напрягают. Королев Блай всех берет, а здесь гелики поехали. Неприятно вообще. Чего-то ножок здесь вообще Блайа бедня. Вот сейчас. О, Блай. Дронов, куда он дронов-то ведет? 16. Минус рабочих. Не, ну Блай живет третья хата. И здесь Банша уже, правда, инвизная прилетает. У Блай оверсир. Есть. Смотрите-ка на второй оверсир. Айсоу тут наказывает. 4 дрона еще минус. Муталевский, где вы, Муталевский? Куда вы летите? Оверсир тоже здесь, но он уйти еще пока. Опять Блай начинает дронов-то. Ужасная для Блай ситуация. Складываю. Здесь уже третья ццеха. Не знаю, видел ли Лэйр. Наверное, видел ли Лэйр. И вы только увидите, что произошло. Улучшение командного центра завершено. Брось с дороги. КСН готов. Давай, удиви меня. К трудовым подвигам готова. КСН готов. К трудовым подвигам готова. Разработка завершена. КСН готов. КТО НА НОВЕНЬКОГО. ПРИЖИП КОТОВ. ПРИСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА. Так, Снуглайф это... Отсажите, ребят, на 10 рабочих остается. Парасик тут сов... Пару забрал ему. Ну, на 8 остается. О, кстати, прикольная тема. Появилась такая. Или это всегда такое было? Больше нигде ничего такого нет. Так, муталисков у Блая. 11 штук. Он залетает. Куратнее, Блая. Два демоджина. Флам муталиска. А, отвел муту. В это время движуха у Блая что ли идет? Да, вон тут 3 медивака. У них 16 мариков и тор сидит. Это ГГ, ребят, Блая. Ему будет просто не отбить вот эту вот тему. У него нет Беллингов даже. А Беллинг, Гастрюнис, нет. Борода. Хатпады тут начало, конечно, зарешало очень сильно. Не входит у Блая. Идет Сул дальше. Надо сплетануться от Микоза и все будет нормально. Сул вообще решил улететь. Все, здесь Блая убил, короче. Сул опять вперед выдвигается. Блая с Микозом пытается управлять. Сул вообще-то. Висбейнов? Не. Что-то не получается ничего у Глая. Ну, естественно, куда он без Беллингов на такую армию хочет нападать. Мута в лоб. Мута в лоб. Тоже не подраться у Туров. Там есть атака уже. И у пехоты есть 1-1. Глая вообще броня. Ну, хороший Мик. Хорошо Микоз зашел, но... Так, выйти, мама-то теперь приехала, что-то не знаю. Сейчас мне будет... Месторождение минералов удорожено. Трудовая пласть. Ваза атакована. Наши ТСН атакованы. Сейчас мы войдем. Так. Все, все нормально. Все идет, все работает. Сол убивает Блая. Блая пытался там муталискнуть что-то сделать. Ничего у него не вышло. Короче, это 1-0. Надо вторую игру уже ждать. Блай, как обычно, тут до конца гейминг устраивает. Вот, и когда уже и нет смысла в этом. Потери в этой игре. Потери в золу тоже были. Так, Элэйзер с Кассом. Да. Элэйзер с Радзуном. Сверху будет полуфинал Польши против Украины. Точно. А здесь будет Корея одна точно. Два корейца в полуфинале. Либо Сул, либо Блай. Хотелось бы, чтобы Блай был. Ну-ка, за что будет вообще. Продолжение следует... Чего-то в стол не заходит. Продолжение следует... 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 со скоростью там пробежать. До эпохи надо бы пробить Глайя здесь. Это хорошая ответка, кстати. От Глайя получил. До эпохи пробил, надо зайти на ХГ. Маликов загрызть, во-первых, на халяву. Да и рабочих несколько можешь забрать. Рабочие соло. Глайя приехали здесь, Глайя. Куда ты приехал-то, дуржок? Все, 24-38. И вот уже хорошая ситуация была. Хаев, нахера тебе Хаев просто? Вот построй-то, я не знаю, там, добей-то его уже. Он тут бебичует. Сделай вот сейчас, вот сейчас Нидус бы. Сделай просто роучий сюда с королевами и все. И ничего Сол не сделает. Глайки-то Хаевы делает. Зачем так мудрить, не понимаю. Так, два оленя еще забежали. Еще минуту. Зачем так мудрить, не знаю. Все, готов. Ультралис каверн пошел. В ультру Блай хочет играть. То есть без ультралов никак здесь не справиться Блайя с Солом. Блайя думает, походу. Так, одну бауншу забрал. Вторую тоже забрал. Солу ее просто отдал на мой. Ну, здесь Марики на Стиме, зато на третий угол заходит. Что Блайя есть? Два инфестора, два реводжера Роуч, четыре собаки. Все просто. Все, парабам уже вровень. Ай, что за игры, блин. Хорош. Хоть принял Блай дропы, и то хорошо. Дронов восстанавливает понемножечку. С мейна часть перевел. Куда-то надо. Газ будет здесь давать. У Сола третья цеха. То есть, Сола жить здесь может вполне, в принципе. Ультралов у Блайя немного. Их вообще нет сейчас, в данный момент. Грейды только 1-1 делаются. Вот первый ультралец заказан. Вот этот кокон важный. Хаты четвертой нет. Сейчас рабочих даже Сола больше станет. Кстати, можно заползти сюда, до инфестернах, тех же накидать. Еще ревенов тут у редки ставить начинает. Два ультралец Кобла делается. Но на 10 рабочих уже меньше. То есть, нет бы вначале после такого, блин, унижения экономики как-нибудь добить бы Сола. Нет бы, а его надо ультралов выйти. Хотя, может, Блайя не знал, как добить Сола. Не знаю. Так, ну дробчики-то, бывает, принимает, то чуть-чуть. С другой стороны у Сола Грейды тоже такие слабенькие, как бы, и против ультралов. Что ему делать? С питью грани уже ультравецкой. Выходит, ой, а сейчас ультралов больше станет, Блайя. Еще надо заказать бы ультры. Вот у Блая продакшн, а вот у Сол. Кстати, у Продакшн. Любопытный такой момент. Хату не строят, ультралов стоит 2-2. Закарал, Блайя 8 плюс дронов и Хат пошло, да. То есть, это ультралы, получается, такие оборонительные две штуки. Блайя хочет выйти. Сейчас, в четвертую Хату, все правильно. Ну, Сол понимает, что там хайф был? Да, он видел хайф. Шканет, Крип шатает. Надо просто так, здесь. Да, опять инфестором паузает. Но тут не кинуть, Микос ему никак. Фу, блядь, Лай бьет. Место этой фигни. Промазал как-то. Адреналин Линвус по Тебла не сделать, косяк. Зато Соплай Блок соло сделай. Микос просто ништяк. Заходит, сейчас убил юнита. Здесь Микос нужен, Блай кидай, Микос кидай. Один ультральс живой. Второй. Мертвый. И вот второй умер тоже тут. Теблай пришел и отдал. Ну, кайтит, Сол. Кайтит очень даже неплохо. Третьего ультральска Сол забрай в Лай. Да не надо ломиться-то так. Куда, Блай, ломится-то все. 16 дронов добавляет на четвертую базу. Здесь вот дроп как раз попер. Лай его видит на ультрале, где-то далеке все там. На мейне опять автотурели. И опять в полном рабочих каких-то Блай убил на мейне. Блин, даже по ультралу дандемеджили, автотурели эти хреново. Распотрошил Блай камни. Сол приходит на четвертую. Начинает напрягать Блай. Спустись уже, отбейся ты, е-моё. Фаербула есть, заходит Блай под Либераторов, лезет, е-моё. Фаербула, все молоко, Соло сгоняет, Блай в хлам вообще забревает. Ультралов несколько убил. Ну опять же, два Либератора, которых нечем Блайу, блин, просто хоть законтрить. Здесь у нас четвертая. Так, ультралы приходят, Соло, кстати, на четвертую. А что у него дома-то есть? Да ничего у него нет. Здесь планетарка еще не готова, Блай начинает крошить. Сосо ходит. Будет Соло поднимать. Да, поднимает. Хорошо, кстати, ультралы зашли в ответочку. Надо из-под Либераторов уйти сейчас, Блай. Куда ты встал-то под Либераторов? Да, вот, заходить, био украшить. Здесь два ультрала стоят, вообще ничего не делают. 172, 159 по лимиту. На вторую базу ультрала плюс линга. На рампу просто один ультрал. Все, смотрите, как с клешнями махает. Ё-моё. Нормально так ультрал замахал с клешнями. Здесь ультрала два тоже проходят на вторую. На третьей Блай там не дерется. Либератора выбивает. Тут Соло. Все, пора в бой. Либератора нет. Мехос кидает, Блай ему кидает Мехос. Правила беру ультра в 2, 170 на 90. Это 1-1. Молодец, Блай. В красивом стиле с брилка стоя цеха догорает в воздухе. Ультралов может быть, чтобы выводить из-под Либератора, но... Да, не получилось. Где-то пытался Грейд вымахать, выбить. Кстати, Грейд горит и активно горит. Ну, скорее всего, Соло вот этими рабочими выучить. Не, мимо, смотрите, поехал. Сейчас третья атака почти готова загорит, кстати говоря, у Соло. Заметил он вообще это. 50 хп осталось. Все быстрее и быстрее горит этот инженер-ка. Ублай добил, короче. Она опять так догорела, Соло в Киеве, 60 хп взял. Как вы видели. Ай, по своему ультра, Ублай же. Выдал дамага. Гэгэ. Как вы даёте, у他. Спасибо. Спасибо. Где. 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 Гэгэ. Продолжение следует... 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 Уп, колоссик тут, смотрю. Дилки приходят, но Мейнка еще не успела вкопаться в тот момент. Может, если дать кассу под камни подойти, то ничего хорошего дальше там для хеллрезера не будет. Ну, колосс, конечно, отгоняет чуть-чуть кассу, но колосса не так, как в хосте, жарят воли. Вы видите, как бы дэмод же наносит минимум. Хеллрезер понимает, что камни ему только мешают здесь и пробивают их, поэтому... Ну, а юнитов очень много, поэтому камни пробил максимально быстро. Ну, в таких ситуациях бы пару адептов миксик не мешало. Почему? Плюс, даже если Глеб нет, просто с точки 4 адепта туда посылаем кассу внутрь, и примерно одновременно с их телепортом в атаку идем. И там Минки стрельнут по адептам, внутри, возможно, же кашу с флешем прилетит, а не по зилкам, например. Хватит, ЛД тут акселлайзера. Танки выбить не может, Либераторы тоже прикрыты все там. Так, Либераторы, тренинг уже получается, да, добывается? Ну да. Ну и похоже, касс не продавил здесь почему-то у меня. Это очень плохо на самом деле, я очень много теряю. Очень плохо микро. Ну, Либераторы сам чуть убит. Что, пошла атака, Кэлрэйзер идет вперед. Зилки дают залп, Либераторов наконец-то сбрил. Всех, ну тут новую раскладывают справа. Ну тут три колосса, землю расчистит Кэлрэйзер. Либератор все один. Касталкеров не покусит, это ошибка, что Касталкеров не покусит. 83 лимита у него остается. Ну тут с трех некстов Кэлрэйзер переварпит. 1-1, уже 1-1. Или... Это третья получается, что ли? Тогда я просто не буду спрешить батлнэк. Так как Сирара был не добил. Был очень критично. Надо было в третью сейчас прорываться от него. Спим. Так, минки прилетели. Кэлрэйзер, не, минки вообще не реагируют на них никак, что-то. Там кто-то Марикас Брилкас видел этот момент. 120 лимит в Касталкеров, он четвертую в нагу в цеху встает. Кэлрэйзеру съедить не вариант, ему надо... У него сейчас явно больше, ему надо идти вперед, пытаться касталкеров. И пытаться касталкеров проверить. Мало лимита, мало армии, мало качественной армии. Тут уже будет очень сложно что-то сделать. Очень сложно будет что-то сделать. Тем более, у него три колосса уже остались. Он сейчас может имморталов просто добавлять и на язычах побеждать. Да, может имморталов, может имморталов. Так, ну Касса Викинги, два Либератора и Био как бы. Что неужели? Опа! Смотрите, Касс начал воздух бинтить в отдельный контрол. Вот это да, помните, у меня припекало? По-моему, по поводу Касса у меня припекало, что у него воздух с Био вместе был. И его просто там, ну, разваливался, Кузер какой-то. Кажется, Касс после этого начал бинтить вот так вот. Насколько я помню, это Касс был. Ну, что, хорошо, если так, это хорошо. Касс. Ну, что, хорошо, 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 хорошо. Касс. ВСП, лвух! Смотрите, касс. Ой-ой-ой, поддача какая-то от него. Так... Так, это фейл. Бывает, ребят, что-то случайно захват зацепил. Вот. Тут просто у меня ход-кей забинжено на намлоках. И вот вам результат в итоге какой. Две минуты взгля. Сейчас как раз грейд это делается. Хорошие таймы для меня. Так, футболку я выиграл. В 2010 году эту ищу, поэтому... К сожалению, задержки по-другому не на захватке. Сейчас отреагируют. Ух, а чешется. Ну тут, смотрите, тут... Шкас еще и давить что-то там умудряется. Ё-моё. Как так-то? Теллрезер еще и проиграть умудрился, что ли? Вот это да. Да. Как можно было проиграть такую карту просто? Я вообще в шоке. Одни сталкеры остались. Да, ГГ. Ой, а вы что там делаете? Это всё. О-а-а-а-а-а, потненько. Очень потненько. И чель-о-ф. Субтитры сделал DimaTorzok Так, спуткастеров зовут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас я вернусь, ребята, пока пост не создан Я слежу за кассом Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Играет музыка Ну что же, Касс против Лозера Посмотрим, как и Лозер сможет тут Как и Лозер сможет против Касса побиться Играет музыка Играет музыка Играет музыка Улучшение командного центра завершено Так, ну что же Реперок летит вперёд Кстати, финал может быть Касс против Блая получается Это очень интересно Но Хотелось бы, чтобы хоть один там кто-то был Блай с Пингвином достаточно мощным играет А Касс с Элейзером играет Который в Европе сейчас явный топ Ну, кстати Элейзер, кто шарит, он же в Корее тренится Или он уже приехал назад Если Элейзер в Корее У Касса шансы из-за пинга хорошие Его победить Похоже, по потерянным дронам Элейзер в Корее До сих пор Ну что же Тогда для Касса все шансы Предоставляю Цеп, сказал бы На победу Ну, мы полетели Так, ну что Линги минус Справился Касс с лингами Пока как-то Рипера Марика потерял Убил там Элейзеру двух дронов Четырех лингов У Элейзера треть хата, например, есть А у Касса плюс два барака У Касса стим На факте Реактор Да, надо это Старпорт делать Третью цеху Третью цеху, кстати Как Касс полетит Интересно, не знаю А, погодите Ковой Старпорт Это реактор под барак Вот этот То есть Факта перелетит Сюда Кони Запилят реактор Здесь Старпорт Он, по-моему, перелетит тоже Все логично Все стандартно И две инженерки ставит Касс сейчас Делает заезд Геликами Касс Здесь есть линги Передумал врываться Может, если б плитумор не трогал бы Ворвался бы Ну, на самом деле Много б Касс не нажарил бы здесь Рабочих Штуки четыре поубил И Гелика бы потерял бы Почему? Да, потому что здесь немного их было Сейчас вот больше стало И все, девять было Вот если бы там такая плотность была Воровой щит А, да За залп можно было бы сразу Штук пять бы сбрить И более даже Но не в такой ситуации Так, маленький поперли Старпорт готов Пакта с реактором готов Пакта перелетает Реактор будет на факте делаться Интересно или нет Сецеха полетела Пока у Касса все Той, четко достаточно происходит На факте На факте лава Пристройка завершена Так, ну что же Улетел двойную дропу Касса Лазерку-то забегание Тут предпринимает Успеет Касс депофи Запрыг Хрен там был Минус танк Минус депофи Минус рабочих Несколько будет Станчик Душка Долгошный лазер Станчик этот Дрызк Но Хотя бы экономике Не потеряет ногу Он, ладно Хрен с ним Станчиком Надо здесь держать Что-то Чтоб заранее Видеть собак Забегающих И лазер на треть Пошел В это время Касс сам Четвертую лазеру Пробревает И лазер идет Вперед Будет фокус Клейн-бейлинг Укусил же Чего-то Улетел Вроде Вкусил Касс бейна Все нормально Было Но что-то Улетел 2-2 Не делает Пока У лазера Там какие-то Так 2-2 Пошли А что Отменил Здесь Грейд Тем более Вторая Факта Делается Будет Мастанк Ооо Скуп королев У лазера Все Лазер В рейнжовые Грейды Продолжает Играть Они в милишные Самое Удивительное Не было пока Смотрите Сконтролил Прям Даже Бейлингов Несколько Позрел Маленько Флеч Надо улететь Медиватческий Лазер На пункте Улетел Касс В лимиту В леске Ааа Гидра Здесь Типа Опер Гидролинга Бейлинги Вот Сыти Лазер Уже Поменялся Обычно Делают Милишные Чистые Лазер Рейнжовые Грейд Делает Касс Идет Прям В бейнов Ты куда Идешь Как Вы видели Валидолище Какое А вот Тут Два Бейлинга Вдоморфил И все Взорвалось Наглухо Вообще Ну Касс Блин Сейчас Заставил Понервничать Можно Даже Клепачил Пильнуть Мне кажется Танк Пытается Пробрить Не 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 Пробрить Танк Групп На Аммэни От Касс Хороший Групп Только Нужно Среагировать Смотрите ЛКС О Танки Снизу Харасят Как Ты Так ЛКС Ему Он Отдавался Сейчас Только Похвалил Танки Снизу Бомбанят Очень Даже Хорошо Вот Сюда Ботанчик Подвести Один И вообще Простреливать Можно Хорошо Было В это Время Контр Врыва От Лейзера Большая Часть Армии ЛКС Вообще Дома Сидит И чё Касс Здесь Забыл В итоге Я чуть Не понимаю Вот Прирост Пошел Ну Касс Тут Любит Кадавит Поздно Прирост Подвести Зато Бараков У него Сколько Чё-то Не вижу Восемь И две Факты Хорош Восемь Бараков Две Факты Старфорд Один Даст Проф Атака Один Восемь Бараков Две Факты Это Уже Мощь На самом деле Так Бейлингов Снизу Казбрил Генералис Казбрил И сверху Пробревайся 170 Казбрил И лейзера Выдавливают И лейзера Казбрил Чуть-чуть И лейзер Там И девак Подрезал Идет Далее Казбрил Второй Казбрил Гидру Принимает Ребят Казбрил Похоже Что Сбривает И лейзера Я уверен Что Здесь Ему Ничего Не Сделать Казбрил Три Ультралисков Нет И пока Не будет У касса Приросты Вперед У касса Четвертая База Уже Стоит И пятую Он Делает Чувствует Чувствует Игру Да Когда Больше Выбора Нет Просто Отлить Нажателем Что Делать Тричные Так Ну что Продолжают Казбрил 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 Разложен Либератор Еще У касса Зелень На танке Да Зеленки Очень много Здесь У лейзера Казбрил 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 А ну Он типа Затанчить Решил Ну и кстати Танки Распределись Минус Гидралиски Здесь Короче Минус Минус Лейзер Двукратное Преимущество По потерям Гидралов 37 Уже Казбрил За эту игру Унес Вот Первая Ультра Делается Ну в этот раз Прирост Казбрил Казбрил Сбора Поставил Молодец Королевы Падают Пугасы Зачем Нужны Так Сойдет Мародеры Жирные Беспугас Просто Стреляют Своими Патронами Так Радор Разложен Он Этот Вайпер Разблевает Каз Разблевает Два ГГ Эпич Телэзер Один Ноль Касик Харончик Бывай С пингвином Еще Играют Пока Что Варди У нас Хостит Поэтому Субтитры Прыжи Разблеваю Прыжи На хост Варди Инвайтед что случилось не так арт какая-то арт Что-то VARDI сваливает туда-сюда. О, один медведь желательно оставить, а что он тут делает-то? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что же, касса 1-0, ребят. Играет в барак ццфу, но безгазовую вообще, то есть третья ранняя будет, получается. Играет в барак ццфу. Играет в барак ццфу. Вторая карта, первую карту уже касс взял. Это какой-то олдскульный билб братка через цеху после барака, выход плюс два барака. И что потом-то, стимку-то. Кстати, лейзер делает лейер очень ранний. Я так полагаю, что это может быть нидус. Почему? Потому что касс любит играть в 30 цехи ранних, и лейзер может подстраиваться. Если вот сейчас касс вроде хоть технологии сыграет, то так все может у него круто быть. Да, бацанте, лейер! Чё себе? В смысле ровуч ворон, это нидус будет сейчас. А касс тремя мариками пошел вперед. Ну, нидус будет значительно раньше стимпака, но у касса три барака, то есть мариков-то он много достаточно строит. Отступает оверами назад, о, этими мариками назад, овер будет проверять здесь по периметру. Ну, ни хрена, чё-то не проверяет касс. Да, пошел нидус. Надо собачек поймать кассу здесь срочно. Всё, собачий касс поймал, факта делается, стим делается. Четыре ровучи лейзер делать, куда нидус-то пойдет. Здесь вот мертвая зона, между прочим, у касса есть. Да, нидус пошел, касс ничего не видит. Но если он возьмет массу рабочих, массу, короче, и попытается отбиться с рабочих. Пять королев-пять ровучи, многовато. Ну, тринадцать мариков с рабочими могут... Так, рабочих бери, касс, чё ты творишь? Рабочих всех бери, блин. Касс ничего не берет. Может сим ждать, но... Да, ну, походу, здесь 40 секунд. Тут всех прибавил за 40 секунд. Циклона касс заказывает, марики добавляют. Рабочих как не брал, так и не берет. По акту и лейзер начинает убивать. Касс переводит по акту. То есть решил скисти, мы даже... 20 кп, между прочим. 20 секунд до стимпака. Не надо лезть, то есть ты дождаться решил, только дожидаясь. Касс позицию занимает. 8-7 секунд, а 10, точнее, куда? Обгодите, задержка здесь какая-то. Им всё, 4 секунды стоят. Готов, погодите. Почему 10 позже, а 10? Странное всё. На стиме касс превается. Трансфюзов очень много. Рабочих чё-то не хватило для танковки-то, по-моему, кассов. Дождал, ещё и ворвался, так что рабочие все отдались, а марики не пробрили ни хрена. Циклона в итоге касс в ответку не скрыл. 1-1, ребят, от нибудь только касс отлетает. Ну, а контролил бы Мэй, нормально было бы всё. Не, может, касса отобьётся, но тут экономика, вот смотрите какая-то. Да не, я уже не отобью. Печаль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что же, третья игра. Чем-то стивлайт выиграл, интересно или нет. Сейчас обновимся. Два всё ещё бьётся, наверное, третья касс, наверное. Два всё ещё бьётся. Субтитры сделал DimaTorzok Так, всё, третья решающая касса Лазер. Поехали, чё? Какой-то QLash, Лазер, что за команда? KFGL пишет касс. Здесь база, а нет, здесь нет карманной базы. Я подумал, может, цеху первым и кассу сыграть? Ну, не знаю, посмотрим, что он сейчас будет играть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Забегать Если можно было встать издалека, стрелять ими И потом Steam кончится и KSM кончится Катись начинать Вообще, карту надо было и с мейна, и со второй базы Сразу KSM взять замес Плюс циклонов всё-таки строить нужно было ему Ну, и может, ресурсов не было Так, здесь попилились друг другом дроны с KSM Ну всё, ребят, отказ пролетел Он поздний какой-то очень Тоже королевой Шумолейзер первым делом Криптумор ставит А сейчас гранатки слабее Поэтому Криптумор отменить очень тяжело Рипером Сейчас вообще, чтобы целый Криптумор выбить На 10 риперами 10 риперами гранат кинуть Жесть С полном ХП-50 вот этих выбить Так, один Криптумор Кас выбил, кстати, по-моему Скорость готова Собака Ну, рипером Кас ушёл через клиф Спокойно Так, ну, медилак у Касы готова Полетел вперёд Прям через Ксилнагу Если будет, тот на ней Кас заметит Ну, а так вообще здесь опять же Тёмная зона на мэне у Лезера Есть, ну, видите, как он Крип тянет И вперёд к третьей На мэне Крип есть Это абсолютно верное решение, кстати говоря Чё Буст Кас не жмёт Не понимаю я Паля ты Лезер Что, Кас заезд делает? Ну, поздно среагировал Смотрите Кас-3 дрону спалил уже Да, Кас в плане паления дронов Конечно, совсем нет, блин Просто вот такой дроп полявный Четыре ты дрона все убиваешь Ну, это же такой провал Здесь, ну, минимум, штук 7-8 надо было забирать Кас жгёт всех, как их палок, как я То есть надо уметь построить суд Приехал сюда и вот Вот так вот в этом направлении Ну, чтобы максимально за 10 флешем Стараюсь всё жечь В итоге дроп я не слышу провальная Ну, ничего хорошего Он не внук Как бы 4 гелика на 4 дрона Что это такое? Горазумен вообще нелепый Сават может быть, конечно Если там что-то погибло Какое-то количество у элейзера Но я что-то не обратил внимание Что у меня там собаки погибли Ну и Кас должен нас спасти, блин, от ЗВЗ в финале Там-то два церка в другом полуфинале Только Кас может нас спасти от ЗВЗ в финале И гоу-фой-ска от ЗВЗ в финале Потому что гоу-фой-ска в ЗВЗ в финале Это ещё традиция стала постоянной Ещё там тучи какие-то То солнце, то темень, короче, какая-то голимая На улице Третья цеха у Каса 1-1 Чуть позже, чем у Эвера в этот раз Туча идёт Приоткрою немножко окно Так, секундочку Так, Кас пытается летать-дрохаться Наши войска атакованы Охухель атакована Ну, ходит Кас тут Крипшат Это у Лейзера опять, кстати, через рейнджовый грейд Продолжение, то есть ядра в рейнджовый грейд На этой карте нет такой позиции халявной Где Кас может прийти, занять её как будто Та в первый раз И Лейзера убивать просто в хлам Лингами с танками У Каса вторая факторка Опять, да, вторая факторка Опять мост-танки будут Но щиты Кас решу, что ему не нужны А зря Он так решил Два-два заказа, значит И заказ по два танчика делается Можно грейд-то и на танке делать Если уж так масит Кас прямо Это жёстко Не знаю, почему не хочет сделать Только, блин, темень была тучи То солнце вышло опять Летает Кас, шатает Хайфу, Лейзер Ну вот этим билдом с мас-танками Нужно до хайла самое главное Уйти и попытаться убить Так, танкам атака делается Замечательно у Каса До щитов, потому что там чуть больше 20 секунд Осталось Так, ну бараков-то пять у Каса Пять бараков, зато две факты И медивайки постоянно строятся Четвёртая цеха попёрла Так, вот дома Либератор Плюс бункер На третьей воде Бункер можно было как-нибудь Как-нибудь Вплотную к факте Вот так, чтобы его не окружить было А то он как-то стоит Так себе Так, это не просто дробь на Ксилнагах Это дробь, которая прикрывает Выход основной от Вижена и Лейзеровского Хорошо, танчики разложились Нормально Кас сюда встал Здесь в это время забегание лингами идёт Кас готов Танк куда-то там сагрился, поехал Не надо так танк вести вперёд Сиджет Кас-танк Надо сканить Скрип выбивать, блять Что Кас делает? Вот Крип выбивает Молодец Потому что и Лейзер, и Вижен есть А так Крип выбиваешь И Вижена Не становится больше у Зерга Что у Лейзера? 41 бейлинг 25 гидральсков Неплохо, я бы сказал Касу нужно быть предельно аккуратным В данной ситуации Сагрил бейлингов Немножечко Они взорвались Часть Такое значение Так, здесь Два танка Едет И Лейзер пытается их Кружить Окружил два танчика Ё-моё Прикрой же Кас Танк-то эти Не вообще не прикрой Даже не реагирует Никак Зато четвертую цепу Но здесь что-то Все забуксовало Сталкас И стоит Что-то ждет Это не Коза тут Лейзер Смотрите Стименс и Кас Бейны вообще не докатываются До Кас-армии Хидралов набрил О, хорошо Кас, давай Иди вперед Ты что-то убежал-то, ё-моё Че Кас делает, а? Тут медлительно-то все Только что Пробрил Элэзера Флам Встал и убежал Че-то назад Надо заходить Быстрее Бой давать ему Можно вот сюда Было зайти Между двумя базами Сразу встал Вот эта позиция Кас сейчас оказалась Ему никаких преимуществ Особых-то вообще Не дает Перед Элэзером Он Сзади Есть откуда Забежать Зергу Танчики Вот два есть Кас Твой их не ведет Вот, веди в бой-то скорее О, пошли Танк Точка сбора сюда Стоит Это прекрасно Три-три Делается Вторая атака На танки Делается Это прекрасно Опять же Но в три вайпера Блин Это вообще Не прекрасно Один выпил Два выпилил Кас Смотрите Даже зелени На все танки И лейзеру Не хватило Кстати Кас Книзу ломает И сверху Кас нормально Сейчас поломает Вейлинги падают Ультра Вперед идет Да он еще мягенький Пока ультрались Кас Брей его Пока мягкий Пока без брони Они Раз минус ультрались Два минус ультрались Либератор успеет Не, Либератор не успел Бомбануть Надо перераскладывать Танчики вперед Вести надо Кас Конечно 160-150 полиметов Пиу будет Не, не будет Пиу никаких Ультрались Пошел Вот тебе и пиу Минус ультрались В итоге Четвертую лейзера Кас Бревает Будет дальше идти Да, идет дальше Спокойно Абсолютно Танчики подводятся Плюс два Грейт Сейчас уже готов будет Вайпер один есть Да, есть Один вайпер Королеву Тут танк пытается Брит Брил один танк Элэйзер Кас В тылу Тут прирост Ловит Элэйзер Кас Идет дальше Тем временем Да не надо париться Пусть он бежит Там, куда хочет В тылу Здесь, кстати, хат Вообще полудохлая Смотрите У элэйзера Ну, и все Минус Ну, и в хату Надо так Ультрал Оказ Заминусил Танки Не прикрывает Этот выход С либераторами Сзади Которые находят Хату Ну, надо свалить Под либератора Пусть танк Конечно Там Здесь даже два танка Самое интересное Здесь на муве Кас Словят Все У элэйзера Добычи Нет вообще Да, вот здесь Хата Будет только Просто Отступить Мидиваками Подождать Прироста Как бы И пойти Разобраться Просто С элэйзером Потом Еще один Ультралиск Очередной Упал 20 Потери 11 на 21 тысяч Да, элэйзер В Корее Наверное Все-таки Сейчас Как-то Он совершенно Неуверенно Играет Я не думал Что Кас Прям такой Мощный Салстал Хотя Кас Хорошо Отигрывает Ничего не скажет И контроль Как-то Лучше Видимо Сейчас Что тренируется Есть Косяки Но В целом Вообще Неплохо Так Либератор Опять Раскладывают Танк Ультралы Ломились Вперед Часть Под Либератор Танк Ёмор Танк Сами Се С флэшом Бомбят Кас Лейзер Зашел Там Под Либератор Вообще Жестко Либератора На стебале 146 На 106 Еще Один Ультралиск Идет Вперед Ну Кас Надо Закатиться Отойти Под Либератор Вот Он Выманивает Пытается Вайпер Минус ГГ Печный Лейзер Кас В финале Точно Уже А кто Ж Еще Пингвин Или Блай Пингвин Блай Убил Да ема Что же они Такие Замочные То что Корейцы Убивают На Европе Европейцев Кас Будет Корею Побеждать Здесь Сейчас В финале Ну что же Замечательно Хорошо Что Кас В финале Блай К сожалению Проиграл Так Что Ну Warum ну что же хорошо что не завоза это будет еще а а Продолжение следует... 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 Один ноль касс повёл, смотрим. У нас точь начался чуть конкретный. Какой-то. Спасибо ещё раз всем за поддержён. Оп, собаки что-то неудачно забежали. Третья цеха у касс-факта со Старпортом должна быть вообще. Ещё минус два линга. Факта пошла. А, Факты ещё не такой Старпорт. Сейчас Факта доделать, закануть Старпорт, там реакторы и т.д. и т.д. На этих в бараках тоже видимо реакторы как запилят. Это интересный вот этот билд такой. Вроде и надёжный, но пассивный чересчур, конечно, он какой-то. А кореец 18 собак, только эти столько много-то. Третья не раскачиваю. Это Беллинг Бас такой чуть ли не понимаю. Прям в лоб. До Стима уже меньше минуты осталось, как бы. Если даже будет Беллинг Бас, если к Стима дождётся... Не, нет, не будет Беллинг Бас никакой. Просто что-то собак типа оборонительных построил. Здесь два реактора, да, реактор на Факте, короче, под Старпорт. Это третий Гас. Точнее третий Гас уже добывается. Четвёртый Гас делается на второй базе. Две инженерки у касс-игры. Билды такие интересные, как бы, ну, необычные, но надёжные. Необычные для нынешней мета, если так можно. Можно так выразить, конечно, но... Интересно, у кассы всё заспличено, так. Так, ну, Мариков реально много у Касса. Опа! Чё-то собак много бежит. Касс, свали отсюда! На рампу нафиг! Куда ты? Стимится, Касс, на рампу. Дебуки закрыл. Моряки и минушки. Зато в тыл пролетел. Медиваками там сильно очень. Ну и хорошо, рабочих не успел вывезти сюда. Здесь надо простимиться. А Двитю так, два бейлинга идёт. Чё они там сделают? Два бейлинга. Касс прямо на спорку залетает. Да мимо пролетит из спорки этой, ёп. Чё ты делаешь, Касс? Чё ты делаешь, Касс? Что ты... А чё, бейлинги кончились? Марики здесь есть. Лингу в Касс бреет. Убревал же, ёп. Мариков-то много. Ух, два строча здесь, пока под шумок бейлинги их не взорвали. Улетает. Касс один медивак потерял, второго нет. Двенадцать шесть, восемьдесят три. Нас двадцать, рабочий Касс прям проседать. Не очень хорошая ситуация. Терял кошелёк с тринадцать тысячами. Ну, когда я потерял в начале той недели, я рассказал. Ну, много тут историй люди поведали. Ну, GTI, восемьдесят восемь. Батя, двадцать тысяч потерял там на прогулке с собакой. У Антоха кофе в Латве он живёт. Получил тысячу евро там ZP там или часть ZP и, короче, потерял её, например, тоже. Бывает всякое. Просто это было, ну, неприятное, такой момент. Ну, ты же сам олень, я понял. Ну, как бы, положил в карман, не в кошелёк и поехал там с пешком великом, блять, просто. Потом вспомнил, как бы, а народу много ходило. Ну, кому-то повезло, типа, короче, получается. Пятёрку не каждый день находишь, потому что... Ну, у кого-то нужно помнить, что у кого-то она пропадает всегда. Опять дропает с кастом. Нахер ты, поскольку ты прям дропнулся, сбрей ты же её, сполку сбрил. Ну, один медивак погиб, и места всем не хватит, ребята. Вообще места никому не хватит, и второй медивак тоже погиб. Ещё как делать, чтобы не было. И пахарас такой... А, здесь ещё какой-то дроп был, по-моему. Ух, сюда можно дропнуть, так сказать, за газом. Хорошая тут позиция. Есть четвёртая хаджи. Девять муталисков, два-два, указ вторая факта, два-два не делается. Туреток нет нифига, кто рабочих отмазил. Туреток, вроде, добавляют одну на второй базе. С тринадцатьюю рублями тоже неприятно, конечно, терять. Опять двойная дроп пошла. Сколько можно? Ну, дропы-то уже. Как раз самому-то не надоело. Опять... На этой каратик завыл там. Каз на бухтах улетает, видит мутку. Дропайся, каст, ё-моё, что ж ты делаешь-то? Ну, дальше-то хоть один погибнет, один погиб. Но только один. Сто двадцать два, сто сорок два, два-два. Касса доделывается, грейдики, уже сейчас отсчёт пойдёт здесь. Осталось там шестнадцать секунд, вот, да, оп, четырнадцать. Броня позже, да, чуть позже броня на несколько секунд была. Сейчас четвёртый цех, а полетит уже. Так, туреток добавил, да, добавил каст, но мне это не нравится. Вот, нравятся тираны. Здесь напилил туреток, нормально. Четыре здесь. Три на второй, а на мэйне ни в продакшене ни одной, ни в минералах ни одной. Кто здесь-то прикрывать будет? Три-три заказывает практически моментально, кажется, это хорошо вообще. За окопчиками минок указ делают. Прилетает мутка, спалил пингвин, что здесь две минки ещё. Да, если бы сюда залетел он, так ему бы прилетело бы. Клэшем от двух минок, плюс туретки там набомбили бы. Так, здесь минки стреляют, но каст 200 выйдет, лимит-то тут. Остаётся вопрос, может ли каст лучше, чем кореец контролить, как бы. Ведь он-то и скорее играет, не каст, а кореец. Каст-то на родном сервере бьётся, как бы должен, по идее, законтроливать он такие моменты. Так, 196 лимит, тут же до заказа у каст профи гигантские идут. Здесь четыре туретки в кармане, но минок нету, кстати говоря. Смотри, что очень много залетает. Туретки выпиливает пингвин. Слишком много мутались, чтоб выдержать. А на мыне здесь в минеральном бараках тут и нет туретки. Неужели цеху заберёт? Не-не-не, дружган, ты не надо так каст делать. Чё? Накрыло сплэшем шульминок-рабочек? Сейчас я вот этот момент проморгал. Похоже, что да, ребят. Ну какой тут скорее гады такие, так минки копаешь, тут уже никакая корея не поможет. И ничего не поможет вообще. Возвращается каст домой здесь. Минка жахнула по собакам неплохо. На четвёртый планетарке чуть в бейлинге закатиться. Хотя, да, пингвин хочет сплетануться от сплэша, чтобы сплэш не зашёл от планетарки. Касса отводит рабочих, просто скучится даже. Даже, блин, не сплетел нифига. 38-73 по рабочке. Ну, 3-3 у кассы готова, броня натих сейчас будет готова. Тут минки две, здесь он оставил, туретки есть. Муталис есть, 3-3, а ультра кэверн будет? Пока нет. Ультра кэверна. Муталис, как постоянно пингвин добавляет, 19 штук у него в итоге. Сейчас надо как-то шевелиться, какой-то выход делать что ли, я не знаю. Так, одна минка бомбанула, а вторая тут что-то нет. Пингвин понял, какая они стрельнут, со внимательной собака. Да не за что, айрон 18, здорово всем. Да, он подошёл крип, ё-моё, вся карта в крипе вообще у пингвина. Ультралис кэверн, поздняя вот эта надежда для кассы. Сейчас у него хороший лимит, на самом деле, очень. КГД лучше, как бы, всё лучше. Так, здесь у него кто летает, кассы. Фугас и касс по старой доброй традиции вообще не делает, и не пытается делать почему-то, не знаю почему. Идёт вперёд, тут весь крип вычистить, столько сканов надо. Причём, касс делает разрыв, то есть часть крип вообще не убивает. А, касс, фугас и написать. Пошёл кингвин в атаку, это 1-1 похоже. Потому что здесь хлам. Сгрызает он на крипе со всех сторон. Надо вычинить торов, медиваки. Всё, надо вычинить там 7 ультралов. Ну, если касса до ультралов так нагрели, то с ультралами тут уже ловить точно нечего похуже. Тем более, кончился мейн. Вторая окончилась, третья уже кончается. Только вот здесь нормальная добыча. Ну, может, конечно, отсидеться, там либераторов построить. Грейды, как что-то делать, прекратил уже. Там 75 дронов. Спасибо, пацаны, разумишь, что он первый был. Виспеновый гейзер иссяк Вичатор войдет Терелизер Говорит, близзер же урона Че это они уроды из-за того что Тебе не понравилось как минки стреляют Интересный подход Может ты урод Тебе не нравится что минки так стрелят Ну ты знаешь что ближе Интересная дропа от Каса Сбревает в тылу там базу Ох ультралов на планетарку Вычинить планетарку то надо Кстати, вычинил, смотрите Пингвин пошел добить Кас, чини ее Как ни Ка не чинил не вычинил Цеха с мейна сразу полетела Сто тринадцать, сто четыре ребят Более мета то тут Каса еще бадает Ну тут медиваки минус конечно Боевого больше Тут минка, смотрите, была Здесь карманную сбрил базу Здесь тоже харас был, здесь хата Вообще не добывается Пингвин рабочих самое главное Ну не восстанавливает еще при этом все Пошло Месторождение минералов выработано Так, группа это заказ Так, группа это заказ Пингвин 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 Ой-ой-ой, сколько инфесторов то здесь Как с ними быть я не понимаю У Каса лимит достаточно много Но если его инфесторы подловят То это беда Кстати, видел ли Кас, что золото есть там Я пока этого не понимаю На бусте уходят сейчас от караптера Спокойно Караптер выстрелит Не, не видел козу Вот это, кстати Один выстрел остается А нет, два, погодите, ну два караптера сделал вообще Да, видимо, быстрее в чате скинул Да это неважно на самом деле, кто там сделал что Я же быстрее в смысле То, что я увидел быстрее Об этом речь было Каса выдвигает в центр 40 мариков, 21 мародер, 1 медивак Без энергии на это все Вот такая вот раскладина просто Здесь и мифод, здесь и ультра Куда? Невозможно победить этим даже Просто невозможно таким лимитом победить вот этому Ох, мифозы пошли Станет карст, да поздно станет С мифозом все заблочено Караптер взрывает либерата 80 на 130, 1 на 1 похоже Казалось, какой-то момент сейчас Кас может закомбечить, но не, не смог закомбечить, к сожалению И вот я помню, что лейзером указ ровно на 100 было АПМ меньше И здесь ровно на 100 меньше, кстати говоря Неизвестный поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает СПС за то, что сделал запись турнира ГСЛ против мира Спасибо, неизвестный Все большое О, это ты неизвестный Первое, пятихаточку еще задонил Спасибо Вот, на самом деле это Запись-то я всегда делаю Спасибо, что смотрите, пацаны Прыгаю в игру, пока как раз там репку смотрят Так, погодите, Леон, это что я ударил? Спасибо Поехали Так спасибо еще раз всем за подержусь пулку не убираем пока меняется топич топич меняется ну а я пилю рекламу спасибо за подержу, вспомните про отблоки, про все дела в смысле обратно не работал у минок сплэш работает на все направления у них как шторм, ты кидаешь шторм на местность если там воздух висит и земля будет дэмэджить и то и то у минок то же самое если они стрельнут по земле, задэмэджит воздух сплэш, если стрельнут по воздуху, то землю задэмэджит у архона точно так же сплэш такой он бьет, у него меньше по площади он бьет по муталескам и собак снизу крошу бьет по собакам и муту сверху бьет может что-то еще такой сплэш не знаю, у ядерной бомбы там такой же сплэш например что-то я может забыл как бы в микоз там попадает и земля и воздух сразу же одновременно сплэш, спасибо еще раз, я не забыл держусь так, еще у нас по времени 17 седьмой сейчас уже ну может к семи закончим а может быть и не закончим не знаю, третья карта пингвин каст главное, что каст тут не сливался пингвинов тут пул первая была пингвин каст И чё, не понял. Собак пропустил, ну вот как можно так по лунтиковски лететь, я просто вообще вот не понимаю. КСМку в итоге отдал, КАЗ. То есть ты летишь навстречу сюда, он пролетает, сюда прыгает, собаки пробежали, облетит и здесь что ты, блин, делаешь? КАЗ всё-таки минутнул лингов, но рабочую и потеря рабочего была абсолютно необязательна здесь вообще. ИПАТОН Би у него ультрала, а не по земле, потому что ультрал только, наверное, бьет, поэтому так они не действуют. Телеста поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, юзайте ребята гречку, реально сильный препарат. Спасибо за гречку, по шнурам гречку. Спасибо Телеста, спасибо всем, ребята. Сегодня стрим, между прочим, ребят, смотрите, сегодня был крайний день, даже не крайний, а последний именно того турнира GSL против мира. То есть сегодня был финал ТВ Innovation и был матч не корейцев команды мира против корейцев команды. Запись на Goodgame выложена, ВКонтакте выложена. У лоб у пепси. Мне кажется, если бы тренился в StarCraft так же усердно, как ты занимаешься ферней, то уже бы тащил бы, наверное бы. Так, тут линк что-то под мэном бегает. Опять на мэни-гелике. Опять начинается отказ на жигаличек. Значит, пингвин сам говорит, давай, пожди-ка меня. Я люблю, когда меня звук. Рабочих моих. Девять дронов минус ну, касс, еще и лингов минус ну, ну, это нормально как бы было. А здесь что было, погодите-ка. А, здесь минки были. Наверное, не убиты некоторое время. Хотя, кто спорку дамажил, непонятно. Телевизор-то что-то разбушевался. Я смотрю, успокойся уже. А, авто-турель здесь еще, погодите, ревен, погодите, летает. Вот он, фух, он уже шесть рабочих подрезал. Ну, или каких-то юнитов подрезал. Он шесть, видимо, рабочих. 107-106. Блин, тут касс выдвигается вперед. А 1-1 через там 14-15 секунд будет готово. У тебя узорок тоже готово. Но щиты только наполовине, блин. Вот это плохо. 40 секунд до щитов еще. Упс, ревеном, смотрите. Сейчас очень многие корейцы так делают. Крип именно с ревеном выбивают. Хорошо, как. Крип почистил. Заходит пингвин. Ой, как хорошо поминка долбанула. Но больше кассу юристов убила самому, чем пингвину, короче. Ну, у кассы в потерях их нет. Прикиньте, да? Как бы амариков потерялось. Вон сколько много. Потому что своя минка их выбила. Поэтому и нет в потерях. Мне сначала показалось, что по шабакам прилетело жестко, но там по марикам жестче прилетело гораздо. Это тоже надо уметь вообще. На самом деле делать. То есть, как раз так, чтобы свои минки копать так и контролить так, чтобы они себе дэмоджи не наносили больше, чем оппоненту вообще. Спасибо. Ну, почти кассы выловил муталиска здесь. Ну, почти не считается. Вот опять он тут ходит, пацан. На, пройти вон. Здесь вот крип есть как бы. Ревен-то живой. Так, про минки я уже все скаутся на самом деле. Ну, что, 193, 196. 2-2 готово у пингвина. Указ 2-2 доделывается. Нужно сейчас будет заказывать. 3-3. Осталось там 10 секунд до атаки. 13 до брони. Да. Плит, конечно, и касс это понятие несовместимое практически. Мы все это знаем. В такой ситуации, вот как сейчас, просто контроль смешной. Мародеры мешают марикам просто лучше не трогай. И там такое дэмэдж они выдают, что там 3-4 бэллинга. Купо не докатится до них. По муталискам прилетело. Прирост надо брать вперед. Касса 4-ца цеха есть. Здесь слишком мало юнитов осталось у кассы. А он тут прирост не берет почему-то. Зерк в контратаку идет. Смотрите. Скан пошел. Ооо, здесь линга бэллингов сколько много. Линга бэллинга. Линга бэллинг просто раскатал. Касс, видимо, 2-1. Это пингвин, ребят, здесь ничего не сделают. Как-то будет. Блин, кореец с Кореей и европейцев катают. Ну, что за дела вообще. Причем, пингвин он в этом году только появился. То есть он как-то резко стал круто играть. Хотя, не, еще пока, конечно, не 2-1. Но плохо все у касса. Очень плохо. 3-3 не заказано. Экономики часть потерял. Депошку потерял. Хотя экономики вообще мало потерял касс. Ой, херовочек что-то такое. Тора надо вычинить бэкас. Тора не вычинил. Взял при КСМ и начал чинить. В итоге все-таки. Пингвин давить уставал. Да, смотрите. Идет вперед пингвин. Опять контроль от кассы. Как замарики. Что-то тупорезит. Стоят там впереди. Скоро атакуют. Планетарка здесь. Ой-ой-ой. Планетарку сейчас пингвин. Пытается кассу выбить. Это минус планетарка, ребята. С цеха из мэйна надо перелетать. Смысл там есть сидеть. Опять касс вперед двигается. Ну 3-3 нет. Грутос преимущество. Нет. Туры вообще по нулям. Как вы получаете. Да, то торов 3 штуки. 140-8, 140 боевого. Это лимита касса прям значительно больше. Пингвина вэйнов не остается. Ничего себе. После забегания пингвин затерпел. Оказывается, с цеха перелетит просто. И все, смотрите. Идет вперед пингвин. Ватора плюс марики плюс мародеры. Бейлингов нет вообще. Мы только первые сейчас покатились. Мародеры втанчили. Тор живет. Неужели пингвинку по собаками здесь отобьет? Пингвин отбивается только собаками. Блин, сейчас минка, если бы жахнула, как бы она припекла бы там этих муталисков. Были бы 3-3. Были бы 3-3 грейды. Касс, я думаю, продавил бы здесь. Ну и так он как бы нормально зеркал на демиджу. Он там ультралы поперли, как бы, и это плохо. Касс в очередной раз приходит. Заходит к турбазе. Здесь собаки забегания делают ответное. Здесь масса королевы с полной энергией, очень практически. Но пингвин вообще не трансфюзится. Офигеть. Пусть две королевы отдал. Собаке КСМа кассу нагрызли. Но лимита боевого больше все равно. Смотрите. Марики спускают. Здесь ультра первая вперед пошла. Касс покусит одного. Второго будет покусить. Беллинги вообще в этих мародеров взрываются стабильно, кстати, у пингвинов. Марики на уме кассу ультрала внизу покусит. Этих не бьет унитов вообще. Дома СТС-шка как-то собьет, я не знаю. Собьет. Мула на один минерал. Третья не прикрыта. Рабочих уведите кассу. Куда ты? Лимит-то боевой есть. Зачем терять и ка... А ведь эту игру можно выиграть было. Вот если бы сейчас рабочих увел, отбился бы. Хотя нет. Ультрала, конечно, касс не сможет раскатить. Мне кажется, был бы касс бьяном, то он бы сейчас втащил бы такой момент. Вот из такого ситуации. То есть он бы рабочих бы не просирал, так он бы... раскатил бы там все вот эту ультру, может быть бы. Пока чуть печально все. Тем не менее, боевой вообще до сих пор почти одинаковый ремит. И нет муталисков, а это очень важно. Муталисков нет. Ну здесь, ну да, отсутствие медиваха там сильно зарешало. Вот, в этот раз фугасу у касса, вы смотрите, оказывается. Так, Микос початить ему это забоет. Так, ну за счет мула в касс пока живет, вот отсюда рабочих перевезти не мешало бы. Выходит, здесь у нас крип. Касс, видит этот крип медиваха. Два всего, как и было, получается. Два вернули. Пингвинка сама себя дамажит, блин. Здесь можно было все стереть, просто сразу. Пингвин в ответ к кассу идет. Ну, пока касс там пойдет пингвина сбривать, здесь он все уже потеряет. А пингвин по крипу быстро вернется ультой. И отобьется, скорее всего. Так, касс камни, бред, привез. Хорошая дробь сюда. Часть бил, вообще в бою не учат. Все под Микозом. Либератор, конечно, тут демольс уносит, но это гг, ребят. Это 2-1 в пользу пингвина. Да, жаль. Но еще не гг полностью. Еще есть шанс у касса. Пингвин неплох. Пинвин в гору и внезапно. Продолжение следует... 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 Игра возобновлена. Ну что же, ребята, рипер летает. Рипер бомбит, Касса. Ничего, пока не убил вообще. Дрон, поехал в этом дрон-то ездить. За королевой он едет. Касс видит дрон, но убить не может пока, не хочет, не знаю. Дрон у него белый рипера потерял, предславка 88. Ну, это косяк вообще жесткий. Сейчас был со стороны Касс, конечно, недоконтроливал. Ну, нервничает, проигрывает, Касс, что тут поделаешь. Все мы нервничаем иногда, но так делать, Касс, не стоит. Продолжение следует... Касс. Так, здесь у нас Валюшон Раучугран, я смотрю. Каса 2, Циклона Гелиона. Опа, Нидус. Нидус от пингвинов вслепую, он думает, что Кас будет халявить. Кас не будет халявить, ребят, у Каса Циклона Гелиона, и таким миксом можно отбиться. Может, пингвин вообще передумывает Нидус делать, или не передумывает. Пингвины не передумывают. Нидиварь вперед летит, викинг летит вперед. Ну, попер, пингвин, че стоишь-то? Кас Циклона вообще не нападит. Собака забежала, ребят. И собака... Ё-моё, пока Кас вернётся, ему всё мурёт здесь. Как так можно-то, ё-моё? Здесь, правда, в халбатами мейн пингвинов отшатает с другой стороны. Раскладывается Либератор. Надо вычинить его, чини Либератор, потому что Кас не чинит Либератора. Он выдал дэмэджа сколько мог. Циклоны пришли. Нет, Кас-то отбивается, и здесь напрягал хорошо. И напрягает. Королева упала. Здесь Кас летает, жгёт халбатами. Кто их опасался? Третья база вообще не разкачивает. Очень похоже на 2-2 вообще всё это дело. Хочется верить в это. Но пока ещё рано говорить. Пока ещё рано говорить. Но Пингвину что, надо экономику делать. Как ему съехать с этого Нидуса? Тяжело ему съехать с этого Нидуса. Ну, Каса Стима ещё пошёл, всё, ну Био переходит. Это значит, что агрессивничать сможет слишком поздно Кас. Но это шанс для Пингвина получиться экономику установить. Но, с другой стороны, у Т-Цит Юнит и Пингвина против Био так себе, блин. Пристройка. И вот возил Кас-Либератор там, где вообще рабочих нет фактически. Так, Пингвин попытался атаковать без шансов. Там и мародёры, и эти... Так, Кас бомбит Мэйн, Либерком. Кас бомбит вторую. Недолго бомбил Королеву, убил. Очень, и он даже не стрельнул ни разу. Так, циклоны полетели. Харасть. Так, ну стим доделываются у Кас, щиты тоже скорбутся. Вот эти циклоны прилетели, в заказе будут щиты, которыми Кас собирался Харасик. Четыре дрона убил, плюс три роучки где-то убил. В это время двойной дроп на девять часов уйдёт. Королева минус сразу. Пингвин дронами зачем-то был, 15 в итоге минус рабочих. И это печально. Сто двадцать три, сорок шестьдесят два парабам, у Каса на технику плюс один делается. С мариком щиты, один-один пошли грейбер в инженерках, поздние очень такие. Нужны турецки, ну зато турецки указывают, зачем турецки, конечно не надо. Саму всё отобьётся, блин. Ну само-то всё не отобьётся, мутал отлетит. Турецки не успевают доделаться. Бингвин сейчас куда-сюда развернулся. В итоге на мейн полетел. Касты лутут мутал. Пытался отлавливать, что-то ничего не вышло у него. Что у бингвина есть с земли? Пять роучей, семь рейлджеров в продакшене. Пять роучей и семь рейлджеров. Да. Касту надо, главное, танки. Засижитесь поближе. Тимит заказ, танчики живут. Марики, мародёры идут вперёд. Муталиски с тыла налетают, танки минусуют. Угла танк забрал. Всё, уже не надо на танки ориентироваться. Надо био-поплевать это всё дело. Так, медиваки терять чутка. Да, роучеры, эважеры падают. База тоже сейчас упадёт, короче. Смело пишем ггввв. Муталиски будут тупать. Они не бесполезны, но они слабоваты будут после такого микса. Рабочие все погорели. Мышка вся поросла. Да и этот сингвин даже не отдыхал. 2-2, ребята, каст. Нам дарит решающую игру. Ну что же. Хорош, молодец, Мишаня. Посадка. Сверху. Так. Угла. Сверху. Скоро. Сверху. Продолжение следует... 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 Так, ну что-то летает, касс рипером летает. Вроде как улетел, успеет у... Да, успел. Улететь не спалил собакой в каком направлении. Касс уходит сейчас его оппонент Пингвин. Пытается геликов лингами накрыть. Что Касс делает? Не атакует главное, что уезжает. Видно, что у Пингвина пинг, видите, как бы он не моментально реагирует. Касс в итоге уехал спокойно просто отсюда. Все равно два гелика протали. Что за контролю, боже мой, да? Надо сжечь. Жгёт Касс. Ну как-то так себе. У-у-у, проблемы у Касса дома. Гелики запаздывают. Марика под ударом. Танчик готов. Касс законтролил Марика. Молодец. Хорошо, Касс законтролил вообще. Да. Спасибо, бобёрочка. Чё-то всё ты прошаришь. Все прошарят вообще. Чё себе. Ну я так и думал, что это связано с чем-то там, таким вот. Что комп немножечко не тянет, типа. А оказывается, так и есть. Спасибо за информацию, буду знать. Плюс две инженерки Касс делают. Треть Сеха доделают. 54-38 по рабочим пользу. Как-то Пингвин доминирует здесь по экономике просто в хлам. Касс только только стим, только только бараки. Касс. Пока Геликов контролил. Дома ни хера не делал. Касс. На Мэне два Гелика. Касс. Опять же, Касс. Уже всего одного рабочего? Не, пять. Сжёг суммарно. А, потому что здесь Либератор ещё бомбил. Пять рабочих, королева минус. Ну надо, надо вот так вот напрягать Пингвина. Нужно без потерь Либераторов там вот таких вот серьёзных юнитов не терять. И несерьёзных тоже. Плюс два барака. Опять будет в ближайшее время. Ну двадцать рабочих отставаний сейчас. Даже больше, чем двадцать будет. Сейчас тут шесть выйдут рабочих. Это не очень хорошо, ребята. Не очень хорошо это. Тоже стимула пока нет. Здесь выход поздний в любом случае. Будет здесь Касс Депошки до закрывает. Всё стенку полную делает. Танк прикрывает и вторую. Тут базу и третью минеральную линию. Немножечко если будет сюда рабочих отводить. Там пищ-пищ-пищ настреливать будет. Сюда неплохо. Медивак Касс увёл. Молодец, что он ей отдал. Пловер минус, который рядом с второй базой висел. Ну, нет, шансы-то у Касса все здесь есть. Сейчас какой-нибудь Харас более-менее успешный. Ну, там, на четвёртую базу можно отменить. Главное, не через Ксил Нагу лететь бы. А Касс не через Ксил Нагу летит. Молодец. Главное, с грейдами потом не втыкать. Ни с чем не втыкать. Тут покатушки. Тут много чего пингвина делается. Так, кажется, пингвин понял, что как это направление будет спорашивать. Вейлингов слишком много, чтобы их зафокусить. Даже для Бьяна, я думаю, много было бы. Так, в Амаре касс потерял. Ну, вот, смотрите, прирост подходит. Ведь у Зерга уже 1-1 готова. У Касса еще нет. Сейчас только доделся. Так, броня позже, чем атака. Это у Касса традиция. Она не секунды 3-4 позже заказывает. Хотя здесь даже на 8 или на 10 позже. Видимо, ресурсов не хватало. 2-2 Кассуш пока не заказывает. Щиты. Блин, щитов еще больше 10 секунд до щитов готовности. Надо Кассу предельно внимательным быть. Сейчас опять минки зарядят. Хорошо. В этот раз Касс вовремя успел улететь. Так что минки по своим не ударили. Вот и щиты доделываются. Это хорошо. С 31-34 по лимиту. Ситуация вообще. Продолжение. Корея против. Не Корея у нас. Касс против. Вы поняли. Пингвина. 5 бэйнов всего этого пингвина. А других пингвинов здесь нет. Касс что-то стимится. Что стимится? Непонятно. Ну ладно. Здесь энергии много. Можно понаркоманиться. Но большая часть армии дома. Смотрите. Лимита больше боевого дома, чем здесь в атаке. Ну что за херня? Прикрывать же надо своих юнитов. Так. Марики дропаются вниз. Хорош успел Касс улететь. Молодец. Надо выводить. Идти вперед же биться. Я не знаю. Чего Касс тянет-то? 2-2 за Касс. 2-2 позже. Хотя вот если Касс вперед пойдет, получит ситуация, что соответственно Касс будет 1-1-2-2 биться по грейдам. Фугасы в этот раз, смотрите-ка, делать начал. Молодец Касс. Исправляет ошибки очевидные. А это тоже уметь надо. Так. Сапплай блок был. Сейчас депочка одна доделывается. Куретки 2 дома есть. Надо успевать. Вечи немножко. Так. Здесь минка плюс бункер. Одного мутали скадал пингвин. Тор, блин, в медивак сел и погиб вообще. Как на пинге. Умудряется пингвин такое делать, а как умудряется сливать. Так. Видите? Так. Еще муталис погиб. Минка достраивается. Короче, просто сел Тор в медивак, блин, и погиб. Что Касс делает? Мутый передроб наверх делает. Ну да. Зато факту пингвин ему сбил. Ну ёмаё. Тора делают. С минком закопка делается. А минки строить неоткуда вообще. Надо здесь где-то заказывать факту новую вообще. Хариком. Шуточки актуальные. До 2017 года почти. Касс принимает бурь, ребят, на треть в проеме. Бэринги как заходят жестко муталиск. Не, это, ребят, 3-2 в пользу пингвина. Скорее всего, я думаю, что на рель-касс восстановится здесь. Трамп, трамп сжижил, я бы тебе так сказал бы. Ну всё, минус Касс. Здесь ничего не сделает. Ничего. Хотя... Давайте не будем забегать вперёд. Ну, блин, блями-то слишком печальный. 174-127. В общем, ну вот вроде как бы всё нормально как сделал. Ну, потом хух-хух, там пара забеганий и всё. Ребят, эта запись будет выложена, естественно, на YouTube. Похоже, я её добавлю. Завтра она обработается. Плюсанёте её там, когда будем в Торлигу смотреть на Гудгейм и на... ВКонтакт выложу. В принципе, можете плюсовать. Хотя нет, ВКонтакте вы не сможете плюсовать, потому что... Потому что получается. Она будет там с Ютуба вставлена, а не с Гудгеймом. Гудгейм отдельно вставлять будет. Ну и помните, потому что поддержать можете меня и мой канал, естественно. Вот, парики, видите, мы кстати, через КВР. Материально, кому нравится, стримы, желания есть. Вы можете на премию писаться и т.д. И т.д. Тем временем приходит Пингвин. Касс вынужден вернуться назад. Здесь просто зергов кишмя кишит, ребят. Чуть отдаляю, чтобы всё заметить. Ну, тут вообще касса сплит. Марики терпит. Всё, терпит. 25 и 32. В атаку касса не сходил. Хотя здесь дроп, ГГ. Ладно, хотел я не возвращаться без задержки. Вернусь я сейчас без задержки. Через 2 минуты, ребят, к вам. Вернусь. До свидания. До свидания. До свидания.